Где гарантия, что этот торт будет вреден именно в нашем магазине? Полиция зафиксировала и офис в офис дел. Вон, видите, он такой... Понюхайте сами. Ой, блин. Вот упал. Ну, ё-моё, вернули сразу денежку, а. Стополярная 17, тут все, кто по кайфу. Не, не тот, не тот. Это вообще не охранник. Так, Валентин, скажите, что здесь произошло? Здесь произошло. 19 февраля я купил вот этот товар. Он оказался просто торт и вот еще две колбасы. Тортик упал у нас, по желанию, да? Случайно. Да. А где, где висит? 19 числа приобретен, а 18 уже был просрочен. Эй, здравствуйте. Здравствуйте, что у вас? Что, мы деньги просим за просрочника? Да. Сосрочки? Да. Эй, откуда у вас, Сильноболья? А? С южного гетто. У вас сколько чеков? Сколько всего чеков было? У меня один. Ну, Макс, давай. Ну да, вот колбаса. Уже рассрочен. А что, без камеры не может? Не можем. Боитесь? Боимся. Да, все, да? Да. Достоинства мужского никакого нету. Да. Только у вас было. Работайте, уходите, работайте. Вы воруете, вы аферисты, вы кто знаете? Да. Ты никто. Понятно. По натуре ты никто. Понял. Понял? Спасибо за мнение. Угу. Что, ты тоже голодный, да? Тебе колбасу дать? Что делаем? Вы забрали спорченную кубасу и вернули деньги? Что, деньги не будут? Что, не уточнили? Ты же отказывайся с вернуть деньги. Нет, это уже нет, касса закрылась. Сейчас полицию вызовем. Вызывайте. Давай вышли, положили вот это все. То есть я платил? Я серьезно говорю. Ты знаешь, что я говорю. Ты уже уверен себе. Положили, вышли. То есть? Потом подойдет и вечером оплатим чек тогда вернуть. Чек тоже вечером, все вернули. Ты понимаешь все? Чего я понимаю? Ну, ты понят, как я вижу. Ты нормальный, да? Нет. Нет? Я псих. Псих? Да. Я побольше. Ты тоже псих? Да. Полезки. Поздравляю. А тогда туда другой магазин пойдем, там будем. А тут, то есть, что мы с тобой делать будем? Ну, пусть деньги вернут. Деньги вечером будут, это положение. Нет, сейчас нет. Какие деньги? Это просрочное товар. Ты оплатил? Вот чек. Оплатил кого? Да. Оплатил. Да. Чек отдайте, мы вечером придем по ним. Вот это просрочное. Да, да. Да, да. Ваши деньги вернувку, что? Уберей было. Чеки отдадут, а вечером я приду с ним. И зафернут товары. Чеки отдайте, я вечером с ними приду. Главное, конечно, пройдем. Пойдем. Пойдем. Уберейте на вашу, да? У вас сумка шла, уважаемые. А что? А вообще, ничего нельзя? Все. А еще один. Чеки отдайте. Чеки отдайте. Чеки отдайте. Чеки отдайте. Фиксируем, чтобы они отдадите чеки, и вас, скорее всего, уволят. Чего? Можно расстраивать премию и шаттой? Да. Они оплатили их деньги. Деньги-деньги-деньги-деньги. Да я сейчас верну, но я хочу, чтобы они выключили камеру. Но они не хотят. Ой, уважаемые, не надо. Там это, шутер. Куда идите? Почему? Сейчас я тебя, блядь. Сука, глядь. Туда я пошел. Далой, что-то. Мальчики, выключайте. Что выключать? Камер, я вам возвращаюсь за деньги. Это телефон. Я имею праву держать в руках свои мущества. Не фотократировать меня. Это не достаточно, выставляйте все видео, я вам возвращаю товары. Я возвращаю вам товары, и уберите видео, а вы покупаете. Ну, если так будет, то если мы выйдем, я привожу. Мне сейчас нужно удалить все видео. Я вам возвращаю деньги, возвращаю товары. Я не выключить меня. Точно оно. Что точно? Поговорю. Ада, вы не сказали видео. Удалять вы не сказали видео. Мы сказали уйти, брат. Я прекрасно знаю, как мне делать. Как с Славей поступать? Так он сказал. Что он сказал? То, что он сказал, он правильно сказал. Он не сказал удалять видео. Мы сейчас что хотим снимать? Выставить? Я не стою, не стою. Он сказал выключить. У него на облако пишет. Он сказать не надо. Не, выключил. Он же тоже выключил. Выключил. По сторонам еще нету. Бери. Мы договорились. Мы договорились снова. У тебя чайки есть. Тут тоже не ставим. Да, если на тротуарах пошли. Не было договоренности удалить. Была договоренность выключить видео. Изобрать деньги. Ну, нужно снимать вот здесь камера или нету. Я тебе сказал, я свою держу. Все. Пусть деньги возвращают. Товар мне не нужен. Товар мне не нужен. Бонусы. Убери эту, пожалуйста. Убери, убери Макса. Убери Макса. Слава дам. Мои свое слово держу. Не надо. Аминь. А на факте. Ну давай честно. Тебе просто вопрос задан. Почему ты не подошел? Убери. Я не ошибаюсь. Я тебя просто не угрожаю. Ничего. Не надо. Не знаю. Да. А ты я угрожал это. Тебе я не могу. Да. Деньги возвращаются. Вот эти товары. Три финансы. Ага. Если я хочу. Выдох. Выдох. Да. Это верно. Ребята, вы не знаете. Да. Димать, вы не имеете право допитать в интернете. Не имеете право, блин, суд подать. Да. Да. Все. Да. Это просто. Купили просроченный товар. А какой конфликт у вас произошел? Купили просроченный товар. Хотели обменять по акции. За качество отвечаемых. Да. И мне там с телефоном начали. То есть, вы заветомо знали, да? Что товар просроченный? Да. И приобрели его в магазине, чтобы его отменять? Да. Я знал. Не знал. Не знали, да? Я понял. Снимали его. Снимать уже в столп после кампфера. Да, Лёш, слушаю вас. Оформите, пожалуйста. Заводный вызов там на граждан. Я не сказал. Я не сказал. Он не подлежит всегда дискаклизации. Я понял тебя. Я понял тебя. Конечно. Говно только тогда. Давай. А конфликт у вас с чего начался? Когда я подошел, сказал по акции. Я не надо снимать. Да, Макс. Не зрели. Вы будете финансами сразу предупреждать. Вы имеете право снимать меня. Глава полиция. Какая обезопасность? Вы имеете право снимать меня. С ума судьбой. В общем, я радуюсь. На угладной соцсети я вам защищаю. То есть, любая информация, которую вы по соцсети, вы будете влечить. Это сейчас идет попытка оклеветать меня? А зачем вы забираете товара? Сотрудник полиции по 36 статье, пожалуйста. Заявление примите. Не ваша? Нет, нет. Это я повожу. Конечно, заявление. Я повожу. По 36 статье, пожалуйста, устное заявление примите. Пытались только 100 ложных донос на меня сделать. Вообще жесть. Заявление напишите мне, и я с удовольствием буду совершить проверку. Я как свидетель могу. Да, вот свидетели. Да. Только что в мою ячейку положили. Старшей смены. Взрываемся сразу. Что надо проехать. Я? Я? Я их туда положил. Я пойду. Я положил. Я положил. Я же... Они меня отдали. Я просто... А что мы сейчас добавляем? Обменовый и возврата денег? Нет, возврата денег. Мне не нужен бонусный. Совару не хочешь брать? Да. Ну что мне? А первый это кто был? Я же с тобой договорился. Те же сказали. А на меня полицию? Что никаких сейчас? Да, я договорился. Я положил. Я виноват. Я вас и не снимаю. Я ее снимаю. Я ее снимаю. Пусть вернут деньги. Принудите вернуть деньги за просроченный товар. Я не имею права сейчас это все делать. Товар с вами, который вы приобретали? Нет, забрали. А где? А кто забрал? Я не помню. Неизвестные граждане? А кто забрал? Неизвестные граждане? Они мне отдали. Да они чеки дали, чтобы у них был товар. Они дали чеки. Но просто мы хотели у них вернуть. Чтоб деньги вернули по этим чекам. Чем они не удаляют? Чем они снимают? Хочется нам так. Мне нужно решить. Решить вопрос они хотят. Забрать бесплатный товар. Мы не хотим. Я хочу деньги вернуть. Товар бесплатный. Не хочу я. Вы подошли ко мне с бесплатным товаром. И говорят, вот мы вас приобрели. Те продукты, которые они... Или на касте. Если девчонки уже не забрали. Вот надо их вернуть. Товар. Да. Либо товар с чеками возвращаете, либо деньги. А что вы каждый день будете ездить? Заходим будем. Вам делать нечего. Это наше личное дело. Вы тоже работаете. Вы не работаете. Я делать нечего. Не надо. Мне надо. Чтобы не задумали честно. У вас. Я сейчас донесу. Я ее сфотографировал. Если это не наше, это будет опять ложный донос. А можно посмотреть фотографии, которые вы приобретали? У вас. Которые, если вы говорите, зафиксировали. На видео. На видео. Макс, ты фиксировал? Я фиксировал. Сверху. Помоги ему. Можно послать сдать. Что такое? Куда сдать? На возврат. А это? Ты купил это все, да? А это мы сейчас будем гоголь-моголь делать. А ты купил это все, да? Нет. Нет. Я 19 февраля купил. И меня не поменяли. А что там такое? Меня не поменяли, еще и хвалит. А кто? Кто не хочет менять? Тут другая. А чек есть? А сейчас тоже кого-то вызвали. Сказали. Целую группу с камерами. Что-то какие-то деньги получился? А чек-то есть? Нет. Не переживай. Пойдем, обратимся. Они же в праве все, что хочет писать. А вообще так держать вам не нужно. А почему вы не защищаете своих бабушек, которые у вас на улице собирают еду вашу? Которую вот эту просочку. Нашу? Вы заботитесь о гражданах, которые в просочку, да, есть, находите? А вы сейчас не голословен? Я вам сейчас обращаюсь и говорю, если вы так за порядок. Нет. Вы говорите, мы не защищаем. Вот я тебе пойдем покажу. Смотри, ты видишь это такое? Я тебе... Вот поэтому... А что ты объясняешь? Вы сказали, что мы не защищаем. Не надо мне вот сейчас соскать. Мы с тобой не надо. Какой темы соскать? Я тебе говорю конкретно. Ты говоришь... Нам бы хотели... Деньги за просрочный товар верните. Вот чеки. Вот чеки. 19 февраля. Здесь. Вот тут все на чеке указано. А где гарантия, что этот торт приобрели не в другом месте? Была возможность... А вы можете отказать нам? У меня видеозапись есть. Вы можете отказать нам? Покажите видеозапись, что вы этот торт приобрели у нас в магазине. А дело в том, что ваше руководство знает, что приобрели торт в этом магазине, потому что они сдали его в полицию вот этого человека. Да, они на меня полицию вызвали и полиция зафиксировала это все. Вы позовете руководство? Старше. Или вы старше здесь? До пяти часов директора. Время без восемнадцати минут директора. То есть все, вы сейчас отказываетесь вернуть, правильно? Денечки. Да, деньги отказываетесь возвращать. Товар был приобретен когда? 19 февраля. А сегодня какое число? А какая разница сегодня какое число? Он на 19 февраля был просрочен уже, смотрите. 18 число. Где гарантия, что этот торт был приобретен именно в нашем магазине? Полиция зафиксировала. Вот. Даже. Вон, видите, он такой. Понюхайте сами. Ой, блин. Вот упал. Ну, е-мое. Вернули сразу денежку, а? Да и все. Руки косарюки. Что-то да, ребят. У меня просто просрочки от запаха что-то покосилось, перемутилось. Доказательство того, что вы этот товар приобрели именно в нашем магазине. Ну вот, вот человек. Вот человек. Полиция и ГБР приезжала 19-го числа. Замечательно. И зафиксировали все. А с чего взяли, что он не приобрел этот товар в магазине? А почему он его не сдал именно с 19-го числа? Я сдавал, они отказались мне деньги вернуть. А потому что отказали деньги вернуть. И сказали, что я мошенник, и полицию вызвали, и ГБР. ГБР сказали ложный вызов. И полиция потом впоследствии сказала тоже. Это ложный вызов. Почему вы не пришли в рабочую смену? Слушайте, вы продавец? А я обязан наизусть. Подожди, вы продавец? Я заместитель директора. Заместитель директора. Возвращайте деньги нам, либо отказывайте в этом. Да. Отказывайте. Письменно, пожалуйста. Давайте пишите заявление, досудебную претензию сейчас. Будете. Будете. Сразу говорю, будете. Будете подписывать, и все. А, мой чек выкинул и видел. Вы зачем чек-то выкидываете, документы? Да, уничтожили. Уничтожаете улики, да? Да, уничтожает улики. Ну, в общем, вы отказываетесь, да? Можно вашу фамилию и мою счету, пожалуйста, узнать? Возомстить директора. Вот, уничтожила мой чек. Вон ваши, кстати, чеки. А где за торт? Вы в руки взяли чек. За торт, где чек? Это самая дорогая позиция была. О, сейчас и едем. Толбаса, толбаса, торт. Ничего я не брала. Четыре всего было, да? Зря вы на меня взяли. Зря. В общем-то, нам нужно знать вашу фамилию и мою счету. Держи их руку потом. В общем, на имя кого-то все передали. В любой рабочий день директора. Тем более, товар привлечен. Вы сейчас, вы сейчас нам отказали. Вы сейчас как должностное лицо. Хотелось бы узнать фамилию и мою счету вашу. Доказательства мне не предоставляете, что этот торт привлечен у нас. Вы кому вам? На YouTube зайди. Вы кто? Где бейзет? Как фамилия? Вашарин, Акцент Вадимович. Дальше. Вашарин, Акцент Вадимович. Вашарин, Акцент Вадимович. Дальше. Вашарин, Акцент Вадимович. 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 собственно ну позвонить может директору спросить у него мнение по этому поводу а потом да и потом музыка мне да у нас тут походу надолго а вот этот хрен был вот этот время какой-то вот этот он похож ты хочешь себе найти повод для популярности нет я хочу найти себе повод это я хочу носить найти себе повод для популярности не хочу спортом заниматься не хочу лежать на диване есть вот свининку просроченную на феррале ты ж был 19 февраля она говорит что я вру что не покупал я девятнадцатого города вы в полиции же были вы же там разбирались ехать и туда пускай они вам предъявляли я тебе подарил она говорит нет она говорит что я не покупал у вас не был я вам еще раз говорю вы пришли говорите что вы беспокоитесь за граждан правильно я не беспокоюсь за граждан я люблю просто наказывать охреневших упрей которые травят этих граждан и меня в том числе вот и все вот тогда есть вот я просто позорю и все я неправильно я пью крыло и ругаюсь матом вообще вот пью крыло и ругаюсь матом но просрочка меня травить нельзя и те кто будет травить меня просрочкой матом и те кто травит меня просрочкой будут наказать вырезать не могу понимаешь прямой эфир а он пока мист при мне ни разу не я знаю вы ходите ищите конфликты чтобы потом смотрели люди это все ну где конфликты на самом деле все нам тоже надоело здесь мы работаем здесь пацан обратился пацан обратился а его еще виноватым выставили а как эти конфликты искать вот это может адекватно все нормально разговариваешь такой здесь нет и никто не будет обычно как бывает конфликт но они потому что такие люди мы пытаемся мы подаем этих людей не поддерживать их мы как их бомжей не только бомжей даже живут у них дома на у них на еду не хватает денег бабушки я с несколькими бабушками разговаривать позавчера вот мы с ним мы позавчера с ним снимали чувака да как инвалида первой группы на улице выкинул из квартиры спасибо вот видите стоило позвонить директор и узнать что же все-таки произошло спасибо за адекватность спасибо спасибо как бы могли подозревать если столько людей собралось и все с камерами а вот он свидетель был вот этот мужчин был свидетель вот сейчас со мной подожди закану что ж ребят сейчас сейчас у меня в полицию они сдали сказали что я мошенник вымогаю у них деньги а что написали что ты вымогал что я вымогал у них деньги ну было не ее смена другая это свежий а ты сроки проверил да вот это просроченный тоже девятнадцатый февраля но это то что тебе не поменяли хорошо хорошо спасибо что там книги с книгой количество лист страниц нет номеров срочные походу с какого года там вначале написано же на действительное да нет даже если ты можешь что угодно будет 16 год она уже все а сколько она лет должна храниться то есть не больше года они должны менять просто даже не пронумерованная останется вот тут у нас камичины ребят камичины жив 93 слушай а чё с книгой не так в принципе это как его должны были прошиты пронумеровано сделать но если тут прошит ворону в принципе все правильно должны были до печать подпись поставить все они в принципе тут шлепнули но как-то спорно так а так вообще типа типа древняя книга шестнадцатого года шестнадцатого года так что валентин ну да вернули его акции и выдали еще призовой товар по акции но ты не вымогал ничего да не не вымогал какие-нибудь претензии есть нет нет я не знаю какого я понял у вас есть меньше хорошо чтобы адекватный ядер адекватный что в этом году и в районе там в этом году камеру уберите они не могут вот этот вот этот вот этот среди марта но это не охранник сотрудников чтобы добавить так вы тут работать если вам не хватает вы должны каждый день звонить своему руководству вот не знаю забастовать да и вам добавить сотрудников я серьезно говорю почему мы замуж да если вам вам же тут работать но если вы боитесь то как бы придется как бы в рабстве быть да если вы нормальные люди которые хотят нормально работать нормально зарабатывать за достойный труд да без проблем бастуйте защищать свои права объединяйтесь в конце концов что тут купил у нас володя что тут у нас здесь перечит могу перечислить перечислять давай три кинокамеры заграничных ну вот они все одинаковые от 15.01.2018 срок ранения срок годности 12 месяцев я думаю вышел а много с 23 октября срок годности 3 месяца я думаю тоже вышел таких тоже три штучки ну не тоже три а три ну тут проще до 9 февраля мое любимое да там парочек таких до 7 ян января ну и собственно мы это наверное покажем директору по свежести он лучше все оценит мы сможем предоставить вам на обзор вы уберите проверяйте с чем вы не согласны я буду апеллировать мы же разрешим попробовать да если что пункт ну а не он там между тебя помощь не ждут задержи от кассы нет нет вы серьезно вы не имеете права мы уберем что заказ состоять не имеем права ты видишь мы заняты отойдем заказ состоять а чем запрещено отойдите не мешай да мы не успеваем у нас в коллективе большая не хватка кадров вот еще сейчас минус один будет кадров Вова а ты встань за кассу помоги людям помоги людям да и все что побольше дело в том что как бы его второй день нам дали кого сотрудника охраны не с того вы начинаете да а чем запрещено то касса закрыта денег там нету правильно какая разница просто пусть отойдет ну и просто пусть ну вы вот присядьте 10 раз просто зачем мне это ну вот зачем ему отходить ну блин логику то что вы хотите я ничего не хочу я рад ли что согласен на ваши условия магазина все что вы захотите я ничего не хочу я исключительно хочу возврат денежных средств пока что с возвратом вам товара ненадлежащего качества с истекшим сроком года а насколько я знаю у вас есть какие-то акции пожалуйста вы исполняйте я требую ничего не буду ну 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 полка до конца товар не пробит поэтому я хочу ах товар не пробит да нет дело в том что я специалист высокого класса и у меня я всегда покупаю зачем мне не пробит и давай потом качели всякие там он весь пробит если вас интересует могу себе предоставить так что можете вы все проверили я просмотрела а ну все ну просто булочек не смотрели я просто так знаю ну они же там разные он там другая ну срок уже видно да видно да ну то есть этот приобретено я просто оставлю в известность так что денежные средства вернусь хотелось бы первую а что остальное на вашу совесть согласны? давайте часы мне кажется что ты делаешь без вращения возрат денежных средств блин возрат денежных средств возрат денежных средств у них камера всегда что следует для того чтобы показать что он помогает рекламировать не будем Тинькова деньги я вам вернула знаешь на что он от вас вы так мне вот этот ответ по поводу того что вы хотели так я же сказал выполните пожалуйста условия акции магазина мы таким образом вас сегодня накажем это будет предупреждение в следующий раз будет намного дороже для вас скажу честно все я жду вам вернут аналогичный товар или что я вот не знаю я плохо знаком с вашей акцией сделайте все как полагается ну сделайте не так пятерочка вас не одобрит нет с каждым я не буду не спорить не соглашаться я просто все что вы сделаете я соглашусь условить какой то товар на чек у вас два чека я вам предлагаю торт два литра сока торт и два литра сока вроде сока не было нужно тебе так предложить сказать ты не будешь ну я не буду спорить не буду придется согласиться да мы ждем все да мы ждем я жду сок ты будешь торт а ты пока тебе а ты пока бутылку водки пойди купи все вот вот этот вот очкарик я больше люблю 8 марта это мне больше ущерба наносит вы мне дадите или сами да да до нас до 5 марта до 8 не до краницы мой праздник придется съесть раньше все претензий ко мне нет нет ну а вас я предупреждаю пока что да запомните запомните что лучше в любом случае потребителю с потребителем решить вопрос на месте чем там как то ему отказывать вызывать там кого то еще клеветать на него тем более ну вообще продавать просрочку это плохо в следующий раз я думаю в следующий раз не будет на самом деле я очень надеюсь но если что то вы будете жестоко наказаны а если вы не верите а если вы не верите то собственно ну посмотрите там прочее видео да как потом ну как бы люди плачут реально мне что и на колени становятся да был такие был такой будем стараться чтобы пятерочка соответствовала своему названию да чтобы только только на 5 все было ну все ладно мы тогда пошли покинем ваш магазин все всего доброго до свидания до свидания так это у нас была пятерочка на улице полярная дом 17 тут человеку до этого отказывались возвращать деньги Because вызвали на него полицию сдали как вымогатель хоть что он вымогал непонятно вымогал свои деньги как обманутый покупатель Вот в общем таки дела Ну там часть видео которое он снял в первый раз мы вставим наверное да это да ну да у меня там есть да в общем часть видео которое в первые раз мы вставим сюда ну вы пишете что думаете об этом в комментариях подписывайтесь на канал поставьте этому видео лайк Подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал и группу ВКонтакте. Все, всем удачи, всем пока, борьтесь за свои права.